Режиссеры с именем не часто берутся за такую непопулярную тему, как балет. Однако, как показало время, в случае с «Черным лебедем» игра стоила свеч. Фильм Даррена Аронофски вышел в 2010 году и сразу создал довольно большую шумиху. Пять номинаций на «Оскар» и одна статуэтка за лучшую женскую роль в исполнении Натали Портман. Вместе с Милой Кунис они около полугода готовились к съемкам, чтобы выглядеть и даже двигаться как балерины. Конечно, у обеих актрис были дублерши, профессиональные балерины, но крупные планы они отрабатывали сами. Критики и публика в основном восторженно приняли фильм и, что самое интересное, ленту до сих пор хорошо помнят. Хотя по современным меркам 8 лет это действительно много, поэтому если лента все-таки отпечаталась в памяти зрителей, значит было отчего. Давайте же разберемся, так ли фильм хорош на самом деле. Всем привет! Сначала необходимо пояснить несколько моментов, почему я вдруг взялся за обзор фильма. Виновником стало видео про балетную клюкву из фильма «Красный воробей». Кстати, по ощущению они сделали название, сделав отсылку к «Черному лебедю». Так или иначе, комментарии под этим видео поддержали сотни людей, что чертовски приятно, хоть я и не кинообзорщик. И вообще я не киноман, но отношусь к этому жанру как к искусству. А в этом видео я рассмотрю все, что касается прежде всего балетной специфики. И дальше есть несколько профессиональных моментов. Абсолютно. Во-первых, стоит отличать реальную жизнь от кино, потому что насколько бы ни был достоверным фильм, на 100% он все равно не сможет передать то, что в действительности в жизни происходит за кулисами. Плюс всегда есть такое понятие, как художественный прием, при помощи которого можно, скажем так, оригинально донести до зрителей информацию. И для того, чтобы по-настоящему проникнуться в балетные атмосферы, нужно не просто любить балеты, ходить в театр, а работать там. Иди работай! Дальше. Американский балетный мир и русский. Довольно сильно отличаются, буквально во всем. Начиная с постановок балетов, реакций публики и заканчивая отношениями между артистами и педагогами. Все это я учитывал при создании видео и постарался максимально объективно взглянуть на фильм. Хотя здесь и будет моя точка зрения, но объективность для меня была на первом месте. Поэтому, чтобы не хаять беспочвенный фильм, я расскажу, где правда, а где художественный вымысел и добавлю несколько собственных комментариев. И последний момент. Если вы вдруг не понимаете, какого черта здесь вообще происходит и почему я разговариваю о балете так, будто в нем вообще что-то понимаю, добавлю еще пару слов. А какого хрена? В общей сложности мой балетный стаж около 20 лет. Поэтому считайте, что это обзор еще и от специалиста. А, да, еще будут спойлеры, поэтому если за 8 лет существования фильма вы еще не успели его посмотреть, тогда садитесь и смотрите. Ну, теперь поехали. Первое, что сделали критики, увидев черного лебедя, вспомнили любимый фильм балетоманов всех времен и народов. Это «Красные башмачки». Иногда его называют «красные туфельки», но на самом деле речь идет о красных пуантах. Вы не поверите, но фильму в этом году исполнилось 70 лет. Но до сих пор он считается одним из лучших в истории британского кинематографа и лучшим фильмом на балетную тематику. И это чистая правда. В детстве я его пересматривал столько же раз, сколько видел первую часть «Челюсти» и вторую часть «Терминатора». «Красные башмачки» сделан так, будто не проходило этих 70 лет. Он смотрится с небольшой скидкой на возраст вполне современно. О нем можно долго рассказывать и восхищаться, но сегодня речь о другом фильме. Да, «Черный лебедь» похож на «Красные башмачки» драмой, которая стара, как театр, когда стирается грань между реальной жизнью и жизнью на сцене. В обоих случаях это приводит к трагедии, но, на мой взгляд, «Черный лебедь» получился достаточно самостоятельным фильмом, и на то есть ряд причин, которые последуют ниже и которыми я обосную свою позицию. Обоснуй. Первое, что мы видим в ленте, это сон Нины, который она рассказывает своей маме. Я танцевал в «Лебединное озеро», но хореография была другой, скорее как в «Большом». Есть девушка, есть Ротборд, и наличие такой сцены можно наблюдать в огромном количестве постановок, это правда. А в «Большом» с незапамятных времен идет «Лебединая» Григоровича, и там этой сцены просто нет. НИНА! Нина идет на работу и видит афишу премьеры. К актрисе у меня претензий нет, но вот афиша, че, серьезно? Это Нью-Йорк, и одна из лучших балетных труп, и такая убогая афиша. Я, конечно, не дизайнер, но выглядит это смешно. Ладно, к афишам еще вернемся, давайте посмотрим на сцену подготовки пуантов. Кстати, на профессиональном сленге пуанты называют пальцами. Я за годы работы к этому также привык, поэтому и в видео называю их пальцами. Здесь все по делу, особенно учитывая специфику физиологии и привычек. Каждая балерина готовит пальцы так, как удобно. Здесь важно помнить, что изначально пуанты дубовые, и их нужно размягчить. В том числе сломать подошву, что я и сам не раз делал по просьбе девчонок. Здесь пуанты фирмы «Фрид оф Лондон», но чтобы вы понимали, будь это Гейнер или Гришко, здесь привязываться не к чему, потому что каждая балерина использует те пальцы, которые ей удобны. В 21 веке это возможно. Это невероятно! Дальше. Во время класса мы видим, как педагог остановила комбинацию, когда вошел худрук. Стоп, Джон. Одну секунду. Вряд ли. То есть, я допускаю, что такое возможно в американском театре, но все же это маловероятно. И вот почему. Для артистов занятие классом это как почистить зубы. Это обязательно, и, как правило, комбинации — это та составляющая, которая всегда доделывается до конца. То есть, в большинстве театров никто без причины не останавливает комбинацию. И здесь причины не было, потому что появление на классе балетмейстера или худрука — событие не из ряда вон, а вполне рядовое, тем более незадолго до премьеры. Поэтому это скорее художественный прием в кино, чтобы показать зрителям уважительное и даже боязливое отношение артистов к постановщику и его авторитету. К самим комбинациям не привязываюсь, потому что у каждого педагога свой стиль, но и здесь есть косяк, который не раз повторяется на протяжении фильма. Это музыка из Лебединого озера. Давайте сразу поясню, чтобы вы понимали мое недоумение на эту тему. Вы хоть представляете себе, сколько раз среднестатистический артист в жизни слышит музыку из Лебединого, Дон Кихота, Спящей и других балетов классического наследия? Я ушел, что называется, из большого спорта уже больше пяти лет назад, но до сих пор, услышав мелодию из балета, сразу скажу, какой спектакль, какой акт, какая сцена и кто танцует. И это годами накрепко вбивается в подкорку головы, и от этого жутко устаешь. Поэтому ни одна, даже самая фанатичная и преданная балерина в жизни не станет себя окружать этой музыкой. Точно не станет. А тут и шкатулка играет тему из балета. И концертмейстер из немыслимого количества вариантов предпочел именно фрагменты из балета. И даже гребаные мобильные балерины, и тот играет тему Лебедя. Это бред. Я люблю классическую музыку, и с уважением отношусь к музыке из балетов классического наследия. Но слушать ее сейчас с удовольствием, увы, уже не могу. Издержки профессии. Поэтому во время класса на концертмейстера, скорее всего, будут косо смотреть, если он во время постановки Лебединого будет играть музыку из этого балета еще и на классах. Ну а в фильме это сделано специально для того, чтобы героини и зрители все больше погружались в мир Лебединого озера, и в случае с Ниной еще и конкретно в образ Адилии или Черного лебедя. И здесь же мы видим еще один косяк. Здоровенная татуировка на спине у балерины Лили. НЕВОЗМОЖНА! У пачки верхняя часть спины почти всегда открыта, и такие заметные тату недопустимы для сцены, только если это не предполагает замысел балетмейстера. Так что эти черные крылья не более чем художественный вымысел, точнее очередной прием. Потому что, как мы помним, эти самые крылья станут одним из самых назойливых элементов в фильме, потому что балерина вживалась в роль и в итоге сама получила эти самые черные крылья. Кстати, одно интересное наблюдение. Балерины здесь сидят прямо на голом бетонном полу. Полагаю, что в Америке с их подогреваемыми полами так и делают, но наши артисты чаще носят с собой коврики. Но это так, для справки. Дальше. Так всегда бывает. Нина дома ходит с пучком, то есть с собранными волосами. Может быть, но вряд ли. За весь день голова устает. Балерины чаще всего после рабочего дня распускают волосы. Здесь эта прическа скорее символизирует собранность и послушность героини, которая похожа на отличницу. Об этом же говорят обстановка и игрушки в ее комнате, которые впоследствии, меняясь и превращаясь в водилию, Нина выбрасывает. Сами репетиции и закулисные разговоры – это важное отличие американских театров от наших. Там действительно есть конкуренция, хотя бывают и исключения. Но в наших театрах в большинстве случаев спектакли ведут любимчики, чьи-то дети и куда реже действительно достойные артисты. И это у нас педагоги чаще становятся наставниками. Там соблюдается четкая субординация, поэтому и подход при репетировании именно такой. Сначала педагог работает с тобой и делает все для того, чтобы получился максимальный результат, а после окончания репетиции ты просто артист, а педагог – это просто педагог. Что ж, не судьба. Верни костюм. Надолго? Навсегда. Следующая неточность. Репетиция невест. У Лилии распущенные волосы, и это снова разговор про прически. Возможно, в Америке такое могут позволить себе артисты на репетициях, но это изначально неудобно, поэтому так никто не делает. Снова художественный прием, который показывает Нине, что Лилии более пластична, ведет себя раскованно, легко и сексуально. Это подчеркивают распущенные волосы и герой Винсана Касселя. Видишь, как она двигается? Не точно, но без усилий. Она не имитирует. Далее у него в кабинете после банкета опять звучит музыка из Лебединого. На этот раз белый акт – вариация больших лебедей. Ладно, проехали. И сразу полегчало. После на репетиции теперь уже и сама Нина с распущенными волосами. Они проходят адажу из ПДД в третьем акте. Зрителям показывают, что главная героиня подсмотрела этот прием у Лилии, чтобы показать большую развязность, строптивость и игривость Адилии. Но с точки зрения моего занудства и здравого смысла, это очередной бред, потому что она работает с партнером, и волосы могут попасть ему в лицо или в глаза. А это довольно неприятно. И в принципе, во время технически сложных вещей всегда убирает волосы, снимает всевозможные цепочки, часы и прочие элементы, которые могут даже травмировать одного из партнеров. Я, например, однажды получил в глаз с локтя от балерины весом в 40 килограмм. Есть один важный момент. Постановщик, которого сыграл Винсан Кассель, постоянно говорит балерине о ее сексуальности. И это правильно. Это и моя позиция, но многие артисты, уверен, согласятся. Адилия – соблазнительница. Это не закомплексованная девочка-отличница, а зрелая и сексуальная женщина, о чем говорит и фраза. Это я тебя соблазнил. А надо, чтобы было наоборот. И в этом вся суть. Будь ты даже слишком талантлива, в 18 лет ты никогда не станцуешь «Лебединое озеро» так, как сделаешь это в 30. И дело здесь не только в опыте, но и в важном психологическом моменте – осознании своей женственности и своей сексуальности. Плюс к этому в «Лебедином озере» действительно есть очень сложная задача для балерины. Трансформация из «Адеты» в «Адилию», из «Лирики» в «Трагику», из «Кротости» в «Игривость», из «Спокойствия», «Плавности линий» и «Чистого чувства» в «Резкость», «Острые углы» и «Расчетливость». Задача балерины – изменить все от характера движений до отношения к принцу из собственного состояния. Мои знакомые балерине даже однажды сделали, пожалуй, лучший комплимент после этого балета. Женщина дословно сказала «А мне девочка в черной пачке понравилась больше, чем в белой». Вот именно такого эффекта надо стремиться достичь. Вернемся к фильму. Балерины курят. Это правда, если вас вдруг это удивляет, и курят они довольно много. А мы об этом никому не расскажем. Канифоль за кулисами в деревянном лотке. Здесь все правильно. И более того, это важная деталь, которую не забыл показать режиссер, потому что без канифоля артисты стараются не выходить на сцену, особенно девушки. Пуенты действительно важно как следует обработать, чтобы они не скользили по линолеуму. В целом, как вы видели, фильм снят красиво, информативно и местами даже захватывающе. Страстная сексуальная сцена двух героинь фильма «Во сне Нины». Напряженная сцена с протыканием щек в конце фильма и забегом в лифт под музыку из лебединого с трясущейся камерой. Все сцены трансформации в лебедя. Это захватывает внимание, волнует и держит зрителя. А вот сценические съемки сделаны слишком кинематографично, и ничего не разобрать в технике исполнения из-за крупных планов и постоянно движущейся камеры. Да, это позволяет не отвлекаться на небалетные происхождения Натали Портман, даже несмотря на действительно хорошую подготовку к этому фильму. Она сильно похудела и в ленте выглядела как обычная балерина, и даже движений и пластика рук. Не скажу, что они потрясают, но они есть. Однако здесь режиссеру были важны крупные планы, поэтому дублершу балерину не стали использовать и пожертвовали красотой исполнения. Впрочем, как известно, и результат не заставил себя долго ждать. Оскар за эту роль пришелся по адресу заслуженно. Кстати, про дублерш, только уже в самом фильме. Что ты тут делаешь? Он назначил меня дублершей. Это на всякий случай. Эта сцена откровенно притянута за уши. У нас это называется второй состав, и второй состав есть всегда. Во всех нормальных театрах, во время рядовых спектаклей. А здесь премьера. На премьеру обычно готовят по три, четыре и даже пять. Пять составов. Странно, что за исключением этой сцены в фильме вообще об этом не упомянули. Профессия артиста балета одна из самых травмоопасных, и всегда нужен второй состав. Вы сделали ее моей дублершей. Да, дублершей есть всегда. Так что ее слезы здесь обоснованы с точки зрения сюжета, а вот сама сцена получилась глупой. Видимо, это еще одна режиссерская находка для создания тревожной обстановки, чтобы зрители понимали, Нина никому не отдаст свою роль. Ну и плюс у нее едет крыша, и это уже наверняка. Нет, пожалуйста, поверьте мне. Нина, тихо, тихо, тихо. У тебя трудный период. Репетиция вечером перед премьерой. Вполне правдоподобный бред. Потому что фанатики профессии нередко именно так и делают, не давая себе отдыха даже перед премьерой. Поэтому это бред с моей точки зрения, здравого смысла, физиологии, но не кино и реалистичности. Мой рабочий день закончен. И ты отдохни. Завтра у тебя премьера. После репетиции мы видим, как Нина проходит по пустой сцене за сутки до премьеры. Еще раз. По пустой сцене. Здесь важно понимать, обычно спектакли уже собраны минимум за неделю до премьеры. Декорации новые. Все надо тысячу раз перепроверить, поэтому их не снимают. Даже при наличии минимального количества декораций, их не снимают за сутки до премьеры. Особенно в таком спектакле, где балерина в конце сбрасывается с бутафорской скалы. Кстати, в постановке ABT не менее эффектно сбрасывается и сам принц. Да и в принципе их версия больше напоминает марвеловских супергероев с эффектными злодеями, трюками, эмоциями, трагикой и эффектным финалом. Ближе к концу фильма мы видим, наконец, нормальную афишу. Что было в начале фильма, непонятно. Правда и здесь есть одна неточность. Премьера указана 12 февраля. Конечно, в теории такое может быть, но на практике так обычно не делают. И вот почему. По законам театра, первые 11 спектаклей называют премьерными, иногда даже больше. А на афише указывают все ближайшие даты. И делают это как минимум по трем причинам. Первое. Потому что премьеру исполняют по меньшей мере два разных состава ведущих артистов. Второе. Театру надо вместить всех желающих, что за один спектакль сделать просто невозможно. И третье. Кассе надо окупиться. Простая математика. Еще один, но, скажем так, узкоспециализированный момент. Посмотрите, как партнер поднял балерину в первый арабеск. Он-то все сделал как обычно, а вот она держит руку на его кисти. Обычно это делается во время репетиции или даже отработки поддержки. Балерина опирается своей рукой на кисть партнера. Для того, чтобы создать дополнительную опору и чуть облегчить нагрузку. Знаю, со стороны это звучит странно, потому что партнер от этого сильнее не станет, и балерины легче не станет. Но на практике это действительно работает и ощущается. А вот во время Лебединого озера, тем более во время спектакля, такой из прием маловероятен. Да, в Дон Кихоте есть такой момент, когда балерина действительно во время поддержки опирается на кисть партнера. Но там и характер персонажей другие, там и эпоха другая, и время, и место. В обычном классическом Лебедином такое невозможно. Но я все-таки допускаю такую вероятность, особенно учитывая немыслимое количество постановок палета «Лебединое озеро». Ну и дальше нас ждет действительно яркий финал, который, уверен, многие из вас смотрели, не отрываясь от экрана. Галлюцинации Нины в виде убийства Лили, сцены, в которой режиссер показал и буквально, и фигурально убийство в самой себе той девочке-отличнице, которая стремилась к совершенству. И даже более того, режиссер делает акцент на яркой крови, возможно, потому, что она здесь символизирует еще одно превращение и преображение. Девочки в девушку. И как следствие всего этого, эффектная сцена трансформации в «Черного лебедя» прямо на сцене. Это оригинально, это восхищает, пугает или даже злит, но уж точно не оставляет равнодушным. Итог. Несмотря на все вышеперечисленные неточности, фильму можно простить такие моменты. В большинстве случаев это язык кино, который делает отсылки, объясняет и показывает зрителям, что происходит с главной героиней. Почему у Лили татуировка? Почему Нина выбрасывает детские игрушки? Почему в ее мобильном звучит тема лебедя? И вообще почти весь фильм звучит музыка из лебединого? Зачем она идет в клуб? Почему ей снится сон, и она видит галлюцинации? И для чего постановщик постоянно заводит разговоры о ее сексуальности? Дэвид, можно задать тебе вопрос? Честно, ты бы стал ее трахать? Нет. Те самые красные башмачки, которые я упоминал в начале, кинокритики вспомнили на премьере «Черного лебедя» не только из-за раздвоения личности и вторжения спектакля в реальную жизнь, но и по той причине, что «Красные башмачки» лучший фильм в своем роде. До сих пор. А сравнивать современную ленту с классикой – это высочайший комплимент современному кинематографу. В данном случае в лице Дарына Аронофски и всей команды, которая работала над фильмом «Черный лебедь». Несмотря на все вышеперечисленные недочеты, которые, кстати, в большинстве своем стали художественными приемами, я могу смело сказать, что это крутой фильм с точки зрения отношения к профессии и понимания роли. Да, балерины и артисты балета, да и актеры как таковые должны быть немного ненормальными, помешанными на своем деле. Только тогда будет из этого толк. Именно такими были Рудольф Нуреев, Марис Льепа, Галина Уланова, Майя Плесецкая, Вацлав Нежинский, Ольга Списивцева. И я не просто так вспомнил имя последней. Это, пожалуй, чуть ли не лучшая Жизель 20 века. Есть только фрагменты, записи ее исполнения, потому что это были 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Но она вошла в историю как балерина, которая на пике формы начала испытывать серьезные проблемы с психическим состоянием. Она часто теряла память и начинала буквально сходить с ума, в точности, 30 лет от лечения балерина, к счастью, выздоровела и память удалось восстановить, но по возрасту она уже не могла вернуться на сцену. Правда, Даррен Аронофский в своем фильме пошел намного дальше. Он показал, где балерина практически полностью теряет понимание реальности и ее фантазий, поэтому сходит с ума. Скажу честно, в 2010 году, когда фильм только вышел, он мне не понравился и даже более того, он мне был ненавистен. Сейчас, перед подготовкой видео, я его пересмотрел и полностью изменил свою позицию. На мой взгляд, это один из лучших фильмов про балет, прежде всего, как художественное произведение. За свою жизнь я пересмотрел множество балетных фильмов и на самом деле даже, наверное, почти все фильмы, что существуют. В том числе и знаменитые «Белые ночи» Михаила Барышникова, который в точности так же, как и «Красный воробей», за исключение балетных сцен можно смело назвать жесткой американской клюквой. И на мой взгляд, никто в кинематографе, за исключением фильма «Красные башмачки» не смог настолько беспощадно, настолько драматично и при этом эффектно и красиво показать трансформацию артистов балета, как это сделано в фильме «Черный лебедь». Хоть эта идея, что называется, и стара как мир, в данном случае мир балетный. Вот такой получился у меня обзор на фильм «Черный лебедь». Если вы вдруг заинтересовались фильмом «Красные башмачки» и чем черт не шутит даже обзором на него, напишите об этом в комментариях и напишите в комментариях вообще, что думаете по этому поводу, в чем я не прав по-вашему и может быть я вообще тут все наврал. Спасибо тебе за внимание, подписывайся на канал, если не подписан, удачи тебе и пока.